Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LeanHustle и сегодня я вам расскажу, что 20-го числа будет сделан снэпшот в хомяке, что это значит, сколько будет стоить монета, сколько мы получим и так далее. Ну, примерно. Окей, давайте начнем с первого. Что такое снэпшот? Потому что многие не понимают, путаются с скриншотом, но по сути-то это и есть скриншот, но скриншот не экрана, а вашего прогресса. Будет зафиксирован ваш результат, то есть как раз таки по показателям, которые указаны в Airdrop. Это прибыль в час, выполнение заданий, количество приглашенных друзей, количество ачивок, сколько дней вы подписаны на Telegram и количество ключей. Все вот эти показатели будут 20-го числа зафиксированы, но на этом майнинг не прекратится. Вы сможете в эти дни прокачивать последующие и 20-го числа вы, предположительно, узнаете, сколько вы получите поинтов, а если нет, то узнаете 26-го, когда будет собственный листинг. Но вообще логично все-таки сделать, наверное, 20-го, но, скорее всего, прогресс этот не мгновенный, а им понадобится какое-то время, возможно, даже закроют сервера. То есть мы узнаем количество полученных нами монет либо 20-го, 21-го, либо 26-го, то есть тут как бы два варианта. Но прошу заметить, что 20-го числа именно прогресс для Airdrop заканчивается. Если вы играли только ради Airdrop, хотя тут, наверное, все играли ради Airdrop и не собираетесь оставаться на второй сезон, вы можете на этом оканчивать свою прокачку и все. Сразу же скажу в комментах, в прошлом видео про Хомяка какой-то бред писали, что Airdrop будет по монетам. Друзья, ну вот серьезно, в разделе Airdrop написано, по каким поинтам будет проходить Airdrop. Это скорость прокачки в час и то, что я уже перечислил. Никакие монеты копить не нужно, вам нужно все их влить в прокачку. Если вы этого почему-то не сделали, я видел, скорее, там типы, у них скорость там 5 миллионов, они зачем-то 4 миллиарда на балансе хранят, просто там 3 месяца копят. Друзья, это тупость и бред уж, извините. Тратьте, проходите мини-геймы, пока можете. Значит, проходите все задания, выполняйте, которые есть, по максимуму набивайте, купите скинов, потому что они дают ачивку. Вот смотрите, заметил такую тенденцию, почему-то люди не выполнили вообще ачивку за скины. Алло, просните, сейчас можно легко вот эту ачивку, видите, 25 скинов, всего половина процентов ходит, хотя просто зашел в раздел купить скины, но покупал тут этих дешманских скинов и все, выполнил, считай, ачивку, и еще тут бесплатно можно забрать. То есть, друзья, подготовьтесь по максимуму, осталось очень мало времени и прямо сейчас необходимо вот просто, знаете, финишная прямая и все. Итак, как было написано, будут все конвертированы в монеты хамстер. Мы чуть побольше в ролике посмотрим, сколько они стоят на премаркете, будем делать какие-то выводы, чуть порассуждаю на эту тему, но сразу скажу, что значит первый сезон, что будет во втором. Уже были сливы давно, выпускал про это ролик, и, кстати, там человек, который сливал, даже чуть-чуть предсказал, когда будет, вот когда они объявили, что будет аирдроп, он ошибся буквально на неделю, что типа он обещал там 4 сентября, а там с разницей в неделю все произошло, ну именно объявление даты аирдропа. Поэтому этому человеку, я думаю, кое-как можно доверять, поскольку он говорил, что во втором сезоне будут гильдии, в этих гильдиях будет как бы объединение людей, и эти люди все будут, можно сказать, сражаться между собой, и для прокачки этой гильдии как раз-таки понадобятся ключи. Ну в общем, что-то такое он говорил, показывал там какие-то рендеры типа сливы, ну посмотрим, как оно все будет. Если что, напоминаю, если будет формат гильдии, разумеется, присоединяйтесь к нашей, переходите в телеграм-канал, вот я открыл QR-код, можете отсканировать, либо ввести в поиск телеграма LH нижнее подчеркивание крипто 1, пока что ссылки, к сожалению, не могу в описании размещать, так бы, конечно, разместил. Переходите, здесь у нас будет самая дружная гильдия, у нас есть и чат, и все на свете. В общем, переходите, и, кстати, комбо на всех ботов, там, Mask Empire, Хомяк и так далее, есть в канале вот в этом, LH нижнее подчеркивание комбо, поэтому обязательно переходите. А теперь давайте поговорим с вами о монетках Хамстер. Пока никому вообще неизвестно, в каком количестве и хотя бы примерно они будут раздаваться в зависимости от дохода в час. К сожалению, никто это вам не может сказать. Какие-то сливы, таблиц, это все не более чем вбросы, и верить этому можно на том же уровне, что я вам бы сейчас сказал. Типа у меня есть источник, тыры-пыры, я точно знаю. Ну, то есть, это все вилами на воде писано, поэтому как оно будет, непонятно. Сразу скажу, поскольку в этой игре, как Катизене, например, нет никакого доната, здесь не будут награждать людей, которые, например, больше всего вложили денег. Если вы играли, если вы потратили свое время и силы, вы получите свое. Потому что я видел такую странную тему в комментариях, у людей там миллион-два в час, то есть, это надо было неделю-две играть. И они почему-то думают, что им как минимум Rolls-Royce к дому прикатят за то, что они просто уделили Бату одну-две недели по пять минут в день. Нет, друзья, если вы даже хотели получать, то нужно было приглашать друзей в том числе и многие еще действия производить, выполнять ежедневно всякие задания, что-то, значит, заходить каждый день в этот майнинг, прокачиваться и так далее, фармить ключи. Друзья, если вы хотите на Play to Earn, для чего играй, чтобы зарабатывать, нужно было играть. И все. Как это, собственно, было с NoteCoin, вам не платят за то, что вы просто существуете, вам надо было играть. И то же самое почему-то в комментариях, да и наверняка под этим видео, я видел какую-то шизофреническую претензию к себе и к другим инфлюенсерам, ну, то есть, блогерам, простыми словами. Что якобы мы наживаемся на рефералах, типа, вот мы такие, мы не как обычные игроки, что у нас много рефералов. Друзья, я такой же человек, как вы, просто у меня есть свой блог, который я веду сам. Я снимаю видосы на YouTube с семнадцатого года, я очень давно этим занимаюсь. И вам ничего не мешает тоже вести блоги, приглашать людей, не просто из своих знакомых, а просто из интернета, разбираться в том, что такое трафик. Если у кого-то это есть, и причем я про себя вообще молчу, у меня всего тысяча там на YouTube, две тысячи в Telegram, есть люди, у которых сотни тысяч подписчиков. И они что, этого всего не заслужили? Конечно, заслужили, что у них там десятки тысяч рефералов. Конечно же, они это заслужили, и они находятся сейчас там, где находятся. Потому что они вкладывали в это свои силы, и чаще всего еще и средства какие-либо, денежные, либо умственные. Поэтому предъявлять людям за то, что у них есть рефералы, это как минимум бредово. Потому что так может каждый было бы желание. А если ты думаешь, что у тебя ничего не получится, ну, значит, ты никогда и ничего не пробовал. Поэтому можете что угодно писать в комментарии, но вот от этой истины я реально ни за что не откажусь. Поскольку я сам развивался с нуля, нигде рекламу не закупал, и сейчас вы слушаете этот видос, а не я ваш. Вот и делайте выводы. Ну что ж, давайте теперь в конце ролика посмотрим, что у нас за монета хамстер и сколько она стоит на премаркете. Ну, я вот открыл для примера гейт, можно другую биржу. Просто, чтобы посмотреть, набирайте просто хамстер, премаркет, все. Ну вот, если что, вот так это пишется, хамстер. И вот смотрим. Вот последняя цена, наибольшая ставка. Ну, то есть, примерно он стоит сейчас по 6 центов, 6 центов за монетку. Объясняю, почему цена вот настолько упала. То есть, вот если мы посмотрим график, она просто падает с каждым днем. А потому что вот в этот момент, как видите, где она была по 19, было объявлено, что коинов будет в 10 раз больше. Соответственно, одна монета будет цениться в 10 раз меньше. Ну, то есть, представьте, условно было всего на всю игру миллиард монет, а стало 100 миллиардов. Разумеется, цена пошла вниз, поскольку одна монета теперь намного меньше ценится. И люди ордера там убирали и переставляли их на более меньшие значения. Ну и, собственно, все. Примерно сейчас оценивается в 6 центов за монету. Сколько получит в среднем игрок, вообще неизвестно. Вот давайте я вам сейчас покажу кое-какой слив, с которого, я думаю, многие даже угарнут. Вот я его постил, я уже высказал свое мнение, что я считаю, что это просто галимый фейк, сделанный за 2 минуты в Excel. Сейчас еще бы его найти, конечно. Я прям так и наберу, наверное, фейк. Вот, да-да-да, нашел. Появилась табличка с критериями раздачи. Вот, смотрите, там, типа, вот такая же табличка, как делали тогда в Катизене, и оказалось, конечно, галимым фейком. Но, тем не менее, вот смотрите, тут якобы вот у человека доход 5 миллионов в час, и ему за это дадут 11 тысяч коинов. Значит, за выполнение каких-то заданий 12 коинов, за приглашенных друзей 50, за ачивки 100, за подписку на Телеграм 9, видимо, она вообще не ценится, и за ключи 1000. То есть, непонятно вообще, что значит поинтс, явно, значит, выполнить задание 100, какой-то странный, за 50 друзей будет 50 хамстер коинов, я в жизни не поверю, что за 223 ачивки, ну, то есть, это какие-то очки, даже если вот рассматривать эту теорию как реалистичную. Ну, то есть, это вообще выглядит просто максимально бредово, как будто вот, знаете, за 2 секунды нарисовали. Здесь какой-то мультиплеер, опять же, непонятно, от чего он вообще зависит, а зато у ключей мультиплеер 2.7. И вот, вы получите 13 0.15, давайте посчитаем, да, 13 тысяч умножим на 6 центов, чтобы точно прям было, 13 тысяч умножаем на 6 центов, это 780 долларов, нормально, да, умножим на 85, или поскольку сейчас доллар, получим 66 тысяч, учила 5 тысяч доход, ой, 5 миллионов, и он не выполнял вообще ничего. С таким успехом у меня должна быть сумма где-то раза в 3 больше, поскольку все остальное я выполнял. Я, если честно, конечно же, буду счастлив, как я думаю, каждый, кто смотрит этот ролик, но я очень сомневаюсь, что это правда. Я не говорю, что хомяк даст мало, скорее всего, будет нормальный аэрдроп тем, кто играл, тем, кто играл, прошу заметить. Но я бы не стал рассчитывать на такие цифры, как вот с этого скриншота. Поэтому, как бы, доверяй, но проверяй. И еще в конце, да, наверное, многие уже не досмотрят и будут писать в комментариях, придется им вручную отвечать. Но ничего, кстати, я на все комменты отвечаю, кроме идиотских и тех, которых ничего не спрашивают. Вот, и, значит, сейчас сразу скажу, что я думаю насчет, я вроде в отложку даже пост кинул, да, что я думаю насчет того, что людям прилетает вот эта ачивка с баном и что с ними будет. Друзья, ничего вас не забанили. Если бы вас хотели забанить за вот нечестную игру, вас бы просто взяли и забанили. И все, вам бы не давали продолжать играть просто с ачивкой, это бред. Объясняю, почему. Скорее всего, будет обнулен какой-то из прогрессов, которые вы нарушили. Либо же, что более вероятно будет, применен какой-то отрицательный мультиплеер, который сократит количество вашего дропа. И все. Объясняю, почему я так думаю. Людям, разработчикам для второго сезона нужно много игроков. И если они побреют большую часть своей, ну ладно, не большую часть, ну так, процентов 20, я думаю, получили вот эти уведомления. Если они такое огромное число людей отсекут, значит, не дав им нормального дропа, условно, лишив их полностью, то, во-первых, на игру обрушится огромный хейт, просто гигантский, особенно от обычных людей, а это самое страшное. Ладно, если инфлюенсеры начнут хейтить, но если в комментах начнут этот хейт поддерживать, то проект просто загнется. Им нужны на второй сезон игроки и отсутствие хейта. Все. То есть я считаю, что как-то сократят читерам прогресс, что довольно справедливо. Ну, вы уже сами решайте в комментариях, что справедливо это нет. Очевидно, тем, кому прилетело, будет говорить, что справедливо, тем, кому не прилетело, что несправедливо. Значит, наоборот, точнее, да, вы поняли. Ну, в общем, друзья, на этом я ролик заканчиваю. Вроде бы прошелся по всем пунктам, которые могли вас заинтересовать. Если что-то непонятное, лучше, конечно, пишите не на YouTube, а вот сюда к нам в чатик. Вот открываю, значит, QR-код, заходите. Я здесь всем отвечаю. Общаемся, обсуждаем что-то. Всем спасибо, всем пока.